Ты после последнего матча МКС сказал, что контракт кончается и загадочно очень улыбнулся. Пацаны, сейчас будет интервью Прокопа после легендарной победы, после его легендарной голевой передачи. Интервьюшку это записал прямо рядом с фанатами Сева. Подписывайтесь на канал Крис Сева. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании, да. Дима меня привел в медиафутбол. И он получил титул лучшего спортивного журналиста по одной версии в этом году. Ты реально кайфуешь тут? Тут, ну ты же видишь, нет? Ну я здесь нахожусь. Мне очень нравится. Потому что, понимаешь, я тебе уже говорил на Пресухе, что в обычном футбике все закрыто. Они зачем-то закрылись, закупорились. Хотя вот почему так нельзя? Что, кто-то умер от того, что мы стоим на бровке или что? Вот, ладно, смотрим Прокопа. Ну расскажи. Я... Ты, когда вы стояли в кругу, ты не хотел бить пенальти? Ну, у меня последние... Ты говорил шестой. Да, у меня последние три пенальти не забиты. И я сказал, что я шестой, потом шел, там мне камера снимает, я говорю... Он меня спрашивает, почему шестой? Я говорю, да я просто верю в своих пацанов, они сейчас все забьют. На самом деле? На самом деле, я боялся. Но вышел без всяких паненок и рабон. Почему-то знал, что вратарь прыгнет вправо от себя. Как будто правше туда удобнее, и я просто прокатил, там не думал. Но когда ты шел, что в голове? Не, я боялся, честно. Я момент, что сказал, бля, я реально боюсь. Он говорит, не надо. Я такая, ну ладно. Он все уверен, да, был? А? Он все уверен был. Момент? Да. Ну я знал, что он отобил от, потому что надо было ему угадать. Первые три пенальти я классичка не смотрел на колени, кстати, вот вернулся в кванат. Четвертый я встал, посмотрел, и он этот удар прямо и отбил, и все. И я уже ничего не помню, что дальше. Друзья, хочу напомнить, что ставки лучше все делать на Бэтбум. Это лучший букмекер по версии премии спорта России. И, кстати, у Бэтбума есть прекрасная акция на российскую премьер-лигу. Вы все о ней знаете. Если вы ставите на одну команду, она выигрывает с разницей в два мяча, то ставка автоматически засчитывается как победная. То есть вы поставили 2-0 счет, ставка ваша, профит. Мне не важно, как в итоге матч закончился. Так что проходите по ссылке с закрепленным комментарий. И получайте до 10 тысяч на первый депозит Бэтбум. Это наш партнер. Ну а я еще раз респектну Амкалу, респектну Прокопу. Переживала я сегодня так же сильно, как на последних минутах матчей Броуков. Так что это было очень круто. Это было очень круто. И еще раз респект Прокопчику. Все, смотрим дальше. Что во время матча? Вы начали бодро, можно было вообще начинать ее вносить. Начали очень, по моменту хороших. Но вот после этой игры я могу сказать, что когда у нас хотят нападающие, они реально играют. Потому что... Угас сумасшедший гол. Да и твоя передача это вообще космос. Я не понимаю, как ты это сделал. Буду всем говорить, что я просто выносил. Но я посмотрел по правой стороне, там бежал Блад. И увидел вот так, что там газ, и развернулся, и левый уже закидывал. Была цель перебить защитника, и чтобы он там встукнулся за защитником. Так и получилось. Понял. Что ты по уровню их скажешь? Ну, естественно, сильнее, чем Бейбеги. И даже больше... То есть это самый сильный соперник вашей... Ну да. Я думаю, что там неважно, какая команда проффутбола. Начиная со второй лиги, там... Они идут, по-моему, на каком-то месте, ладно? Они неплохо начали. Вот. И даже больше не физически они сильнее, а контроль мяча. Вот они там грамотно подставляются. Но очень много говорили они до игры. Ну вот, да. А что они говорили? Что ты слышал? Во-первых, у нас в беседе такое писали. У них, у Зоркова, директор команды тренер арта, или бывший тренер арта. И он говорил очень много. Он засаживал МКАЛ, он по всяким организационным моментам. Они говорили, типа, давайте вы нам дадите автобус, мячи. Им дали вроде автобус. Они от этого автобуса отказались. Они с вами приехали вроде. Когда им дали автобус, они сказали, нет, нам не надо. То есть Герман сказал то, что, блядь, чуваки, меня просто изнасиловали в организационном моменте. Поэтому помогите мне, типа, отомстить. У меня было празднование, у меня должна была быть футболка. Там написано всем экспертам, в скобочках эксперты, которые нас обсуждали. Я говорю, пока вы нас обсуждаете, мы вообще не знаем. Ну, а она сейчас надета? Нет, я ее не сделал. Ну, на следующий сайт. На следующий сайт надо, да. И там было написано, пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие. Обсуждайте одну 128-ую, мы уже... Слушай, но вы редко играете, чтобы без замен. Все этого боялись. Что вы сядете, там, к 60-й минуте точно. Вы на 65-й даже ни одной замены не сделали. Ну, по физике вы в порядке. Но не было такого, что мы уже там... Перетерпеть надо было нам после 80-й. Там кто-то уже больше устал. Там за кого-то надо было добежать. Я тоже уже подустал. Поэтому, естественно, по физике... Ну, хотя, может, даже мы не слабее их. Я думаю, они тоже на 80-й уже потеряли. И говорил то, что они перед матчем много говорили. Но мы слышали, что во время матча кто-то из их игроков кричал, что блогеров привезли. Вот, вот, вот. Что такое? Это было? Они вам что-то говорят? Я зашел в Телеграм, и там кто-то написал то, что из их игроков кто-то сказал... Бл***ь, блогеры приехали и ебануются. Я прочитал это, вышел, одолгливую всю. Ладно, я просто прочитал с более таким жестким настроем и все. Казалось, что... Ну, тут, наверное, лучше про судьи не говорить, потому что это... Но казалось, что он судит не в вашу как-то пользу. Все спорные, как будто в их сторону. Там пенка какая-то была. Возможно, были. Возможно, на мне пенальти был. Я, честно, не понимаю, как судиться, потому что... Я вижу, мяч на меня летит, я закрываю его корпусом, и он мне нога в ногу заезжает. Но в то же время судья разговаривал очень грамотно, очень по-профессиональному. Говорит, давайте играть в футбол, отходи от мяча, это и это и все. Чуть-чуть другой у него лексикон, как в медиа в футболе. После матча я понял, почему вас все обожают. Потому что ты просто подошел, ну, тут уже нет народа, но был человек, наверное, на сколько? 200? И ты с каждым сфоткался. Ну, у меня за каждый матч, потому что... Ну, в проффутболе такого нет. Ну, в проффутболе еще побольше народу, если мы прям берем такие команды. А команды, там, снизу в РПЛ, они, наверное, не привыкли к такому. Они, там, не любят своих фанатов настолько. Возможно, из-за этого, кстати, на них меньше ходят, потому что нет никакой отдачи от футболистов. У вас в кредит Дроц? Да? Очень сложно. У них завтра еще сложный матч. Не, ну, тем не менее, как бы они там не сыграли, это тяжело. Нет, я считаю, что там 50 на 50 вообще. Мы два медиагиганта. Но это будет очень, очень уже сильно. С чем ты можешь сравнить сегодняшние эмоции в жизни? У меня было, что я выигрывал чемпионат России среди сельских команд, потому что сам я жил там в детский сад и до пятого класса в поселке сельского типа, и нас там в сборную собрали. И у меня на трибунах сидела мама с младшей сестрой, и мы в финале обыграли кого-то, обыграли 1-0. И тогда первый раз в жизни я заплакал от счастья. Пока что такого не было еще, но вот сегодня было близко к этому. А если не с футболом сравнивать? Наверное, когда я... Ну, еще такого у меня не было. То есть это самое яркое в жизни? Ну, блин, может быть, я это сейчас у меня просто... На эмоциях? Сейчас, да, я на эмоциях только это помню, возможно. Ты после последнего матча МКС сказал, что контракт кончается, и загадочно, очень улыбнулся. А, нет, что? Ты так заулыбался, сразу стикеры все сделали. Посмотрим, ребятки. Ну, когда он кончается? Он кончается прямо в конце, 31 июня. А МКС заканчивается, и все, да? Ну, финал, по-моему, 4 сентября, или 3. Ну, ты хочешь остаться? Ну, посмотрим. Ну, в смысле? Ну, вот какие у тебя желания? Что ты хочешь? Ну, я скажу так, что меня все устраивает. А как что меня в жизни, поэтому я посмотрю. Спасибо. Спасибо.